ДИДАЛ Научно-производственный комплекс ДИДАЛ Уникальное российское предприятие Один из лидеров индустрии безопасности Которое проектирует, создает, выпускает и внедряет Как приборы, так и комплексные системы Физическая защита для охраны важных объектов инфраструктуры России Сегодня это предприятие участвует В крупнейшем международном военно-синическом форуме Армия-1017 Оно здесь представляет свои уникальные разработки и технологии О которых сегодня нам расскажут его специалисты Предприятие ДИДАЛ является одним из участников Направления системы безопасности Госкорпорации Росатом И наряду с другими предприятиями Выпускают сользначенную продукцию Для обеспечения безопасности нашего государства В этом году мы подготовили новые разработки Которые актуальны в настоящее время Это и бонус сетевое заграждение Волга И перспективное средство обнаружения нарушителей В акватории Енисей И традиционное для нас средство обнаружения гренадер Я хочу представить вашему вниманию бонус сетевое заграждение Волга И дальнейшее продолжение бонус сетевого сигнализационного заграждения Енисей Бонус сетевое заграждение предназначено для предотвращения Проникновения на территорию охраняемой акватории Боевых пловцов, подводных необитаемых аппаратов Сверхмалых подводных лодок Боевых гидробионтов, а также надводных пловцов с водоизмещением до 5 тонн История возникновения бонус сетевых заграждений восходит к воинам древнего мира В период до нашей эры применялись бонус сетевые заграждения для борьбы с боевыми пловцами Которых активно использовали римляне, перцы, греки То есть задачей боевых пловцов тех времен было разрезание якорных тросов То есть для дальнейшего нанесения повреждений судам А также проникновение на борт, уничтожение команд Дальнейшее развитие бонус сетевых заграждений широко получили в период Первой мировой войны В условиях активного применения подводных лодок, торпедного вооружения, а также боевых пловцов В историях современного мира боевых пловцов применяют не только государства, но и террористические организации То есть имеют в своем составе специально обученных людей Которые совершают диверсии на гидротехнических сооружениях, на объектах прибрежной зоны, на военных объектах, посредствах, судах, военно-морских базах Компания «Дедал» на данный момент является лидером по производству бонус сетевых заграждений Применяются современные технологии Развитием дальнейшего бонус сетевого заграждения является изделие Енисей Это уже является бонус сетевое сигнализационное заграждение В состав его входит не только надводный барьер безопасности, но также подводная сигнализационная сеть Данная сеть выполнена из специального кабеля, в котором отсутствуют разведывательные признаки То есть виды он похож на стальной трос И пловец, который не подготовлен, но думает, что это стальная сеть, выполняет ее какую-то деформацию, резкую и так далее Соответственно, нарушается целостность кабеля, выдается сигнал тревоги В этом же заграждении у вас применено средство активной защиты, гидроакустическое средство То есть оно или подает предупреждение, или выдает сигнал большей мощности, который уже, скажем так, воздействуя на пловца уменьшает его смелость Данная гидроакустическая посылка, она, в общем-то, деморализует противника, и он отказывается от дальнейшего выполнения диверсии Также на этом средстве может установлено быть средство нелетального воздействия пиротехническое Которое в случае повреждения сети, а также по сигналу оператора, выдает определенный заряд в водную среду Который подрывается на поверхности, и также уменьшает, скажем так, потенциал смелости у вероятного нарушителя Ну, данное заграждение, оно достаточно распространено Сейчас оно активно применяется на объектах топливно-энергетической сферы, на ряде объектов Рассматривается применение за рубежом его, то есть зарубежные партнеры тоже заинтересовались В чем уникальность нашего заграждения, даже такого простого, как Волга В отличие от конкурентов и от предыдущих разработок На этом изделии размещена тропа наряда То есть мы можем делать не только протяженный рубеж, защиты надводной, подводной Но также тропу наряда для перемещения сил и средств охраны подразделения или противодиверсионных подразделений То есть как только выдается сигнал тревоги или обнаруживается нарушитель То есть силы охраны могут выдвинуться по тропе наряда в любую точку заграждения В чем принципиальное отличие этого изделия от изделий, скажем так, наших партнеров, конкурентов, зарубежных конкурентов Данное изделие взято за основу стальные понтоны, выполненные из стальных труб Почему выбираем материал сталь? У материала стали у него большая ударная вязкость То есть она выполняет функцию не только противодействия плавцам Также забыл сказать, что является средством противодействия надводным, скоростным судам, плавсредствам, водоизмещениям до 5 тонн То есть если у нас какое-то плавсредство с этой стороны совершает таранный маневр, то есть пытается протаранить Она просто застревает в этом заграждении и разрушается от соударения с понтонами Пантон выполнен из стальных труб, российская сталь марки Сталь-3 Видит достаточно высокую ударную вязкость То есть при столкновении понтон не разрушается, но плавсредство, которое совершает таранный маневр, ему наносится непоправимый урон, который исключает его дальнейшее самостоятельное движение То есть в состав этого изделия входит понтон с тропой наряда, заграждение, надводный барьер безопасности, в котором также есть противоторанное устройство в виде стальных тросов Переходные трапы, само собой, и подводная сеть Подводная сеть выполнена из кольчужного плетения, из стального троса диаметром 9 мм Кольчужное плетение, оно чем отличается от простого плетения То есть если вы представите, конструкция кольчуги, то есть вот она идет вот так вот Кольчужные звенья соединены, то есть если требуется проделать проход для пловца, то требуется разрезать минимум 5-6 звеньев Так как выполнено из стального троса, как вы знаете, стальной трос, он или перерезается, или перерубается Перекусить стальной трос с помощью кусачек и каких-то подручных приспособлений, это достаточно сложно и трудоемко Опять же, чтобы подводный пловец выполнил это действие, требуют достаточно большие трудозатраты Соответственно, у пловца у него ремитированный запас воздуха И пока он пытается проделать этот проход, воздух у него просто банально заканчивается И воздуха для дальнейшего совершения диверсии и возвращения обратного у него нет Стальная сеть имеет пригруз, который исключает полностью отрыв этой сети пловцом вручную, даже несколькими пловцами То, соответственно, конструкция является непроходимой для пловца То есть скорость преодоления этой конструкции достаточно высокая Единственный эффективный способ ее выставить преодоление, это ее подрыв с помощью взрывчатых веществ Но это исключает полностью фактор скрытности Следовательный эффект нашей конструкции, он полностью достигнут То есть мы не допустили скрытого проникновения нарушителя Эта конструкция, она сборная, то есть может быть бесконечное количество секций Там 100, 200, 300, то есть устанавливаются специальные гидротехнические объекты Это мертвые якоря И конструкция может перекрывать протяженные рубежи Там от нескольких десятков метров до километров То есть без проблем, опыт такой у нас есть, ничего сложного нет Отличие нашей конструкции от наших конкурентов, партнеров Также в том, что у нас есть тропа наряда То есть помимо надводного и подводного заграждения у нас есть тропа наряда По которой могут перемещаться дежурные подразделения Там противодиверсион или подразделения охраны То есть в случае появления какого-то нарушителя Или сигнала тревоги, или какого-то обнаружения Силы охраны могут по этой тропе выдвинуться в любую точку заграждения Также в данном заграждении могут применены быть ворота для прохода плавсредств Для прохода плавсредств малого водоизмещения, большого водоизмещения То есть данные конструкции у нас проработаны По желанию заказчика можем устанавливать ворота для прохода. В принципе, для прохода также может быть использовано и данное изделие. То есть просто кочужная сеть поднимается при помощи лебедок, расплетаются соединения, и можно отводить понтон в сторону, то есть пропускать плавсоредства. Также преимуществом нашего бонусетевого заграждения, в отличие от курлетов, то, что оно может применяться в приливно-отливных зонах. Каким образом? То есть данное заграждение имеет достаточно высокий надводный барьер безопасности, до 2 метров. Плюс сеть кольчужного плетения. Выполнена таким образом, что когда у нас уходит вода, понижается уровень воды, сеть просто складывается, то есть не перепутываясь, не мешая другим звеньям. При поднятии уровня воды понтон поднимается, соответственно сеть выпрямляется. А так кольчужная сеть складывается аккуратненько, полотном, укладывается на грунт, на пригруз, абсолютно не мешая, не спутываясь. То есть также наши изделия имеют ряд преимуществ по отношению к конкурентам. Тем, что оно выполнено с достаточно мощным лакокрасочным покрытием. То есть это двухслойная корабельная краска. Плюс на каждом понтоне установлена электрохимическая защита от коррозии, то есть в виде протекторов. То есть они выполнены или с цинком, магния, или алюминия, в зависимости от типа акватории. То есть для пресноводных мы применяем алюминий, для морских акваторий применяем цинк и магний. То есть данное устройство, оно отбирает от себя коррозию. То есть пандон у нас остается достаточно невосприимчивым к коррозии, электрохимической коррозии. Научно-производственный комплекс «Дедал» в следующем году будет отмечать свой юбилей, 55 лет. За это время в интересах силовых структур, в частности пограничной службы ФСБ, было разработано и поставлено большое количество действительно инновационных изделий. Одна из крайних разработок, принятая на снабжение, является автономный пост технического наблюдения «Гренадер», который представлен здесь в виде макета. Это изделие изначально была полностью инициативная разработка. Уникальность этого поста технического наблюдения заключается в том, что он является полностью автономной, необслуживаемой. Здесь применены самые последние запатентованные нашей компанией решения в области альтернативной энергетики. Как вы видите, это солнечные батареи, которые преобразовывают солнечную энергию в электричество. Достаточно для того, чтобы запитать все оптико-электронное вооружение, которое представлено в этом комплексе, которое также является разработкой компании «Дедал» и позволяет вести наблюдения за территориально удаленными, протяженными участками государственной границы, территориально распределенными и удаленными объектами промышленной сферы, гражданскими объектами. Расстояние, которое может контролировать данный автономный пост технического наблюдения с таким красивым названием «Гренадер», составляет 4,5 километров по человеку и 8 километров по транспортному средству. Мы решили не ограничиваться этой разработкой, а вложиться в создание целого модельного ряда, учитывая пожелания заказчика. Мы понимаем, в каком сегменте, для какого заказчика, какие модификации этого комплекса могут найти применение. Поэтому появился целый модельный ряд, который отличается от этого изделия не только такими же красивыми названиями, как «Драгун», «Гусар», «Мушкетер», «Гвардеец», но и тактико-техническими характеристиками, многие из которых превосходят существующие российские аналоги и даже зарубежные. Особенностью модельного ряда будет заключаться в том, что все системы будут в своем составе иметь модули автономного электропитания на основе альтернативных источников энергии. Это уже будут серьезные машины, гибридные солнечно-ветровые модули, где помимо таких вот инновационных в прямом смысле слова решений будут применены инновационные тоже в прямом смысле, потому что это уже продается. Разработки в области ветроэнергетики, ветроэнергетические установки. Таким образом, учитывая пожелания заказчика для каждого сегмента рынка, мы можем предложить решение, которое позволит полностью решить проблему или задачу, стоящую перед данной конкретной службой. На данной площадке представлены разработки, посвященные быстрозертным комплексам технических средств охраны. Одна из разработок называется быстрозертный комплекс «Сапсан». Это изделие принято на снабжение Министерства обороны. И на данной выставке представлены наши предложения с учетом пожелания заказчиков по модернизации этой системы. В частности, возможность установки не только на грунты, но и установки на взлетно-посадочные полосы с применением специальных пригрузов, которые могут заполняться водой, песком и так далее. Кроме этого, мы проводим сейчас модернизацию сегментационного вооружения данного комплекса, за востребованного на сегодняшний момент. Предлагаем, в том числе, интеллектуальные свои решения на основе нейронных сетей. Вы видите, это вибродатчик с интеллектуальным алгоритмом обработки. Ну и, наверное, одна из фишек этого комплекса – это система нелетального электрошокового воздействия. Как вы знаете, система, в основном существующая на сегодняшний день, относится к категории пассивных. Основное значение которой заключается в фиксировании фактов или попыток преодоления на храняемый объект. Исключительность этой системы заключается в том, что за счет средств обнаружения, она, естественно, обнаруживает нарушителя, но за счет средств нелетального воздействия, такие, как представлены здесь, это система электрошокового нелетального воздействия, появляется функция активной защиты. То есть, так называемые зубы у системы появляются. Кроме мозгов, она еще и может сама себя защитить, усложнив жизнь нарушителя. Но при этом система является нелетальной. Кроме этого, на этой замечательной площадке, посвященной быстрозвертым комплексам технических средств охраны, представлена одна из крайних разработок в области оптико-электронного вооружения. Система называется двухспектральная система видеонаблюдения КИВР. Как вы видите, сейчас она представлена здесь в одном из серийно выпускаемых вариантов исполнения. Имеет два канала. Тепловизионный модуль, телевизионный модуль, опорно-поворотное устройство и интеллектуальный блок обработки сигналов. Данное изделие входит в состав автономного поста технического наблюдения. Изготавливается серийно на нашем предприятии. В основу изделия заложено несколько технических решений, которые защищены патентами Российской Федерации на изобретение. И вообще, все разработки, о которых мы сегодня с вами говорили, они все защищены патентами либо на изобретение, либо на полезные модели. Мы продолжаем активно заниматься защитой директоральной собственности. Ну и изюминкой, что ли, нашей экспозиции уличной является быстроразвертываемый комплекс технических средств охраны с тоже не менее красивым названием «Стриж». Этот комплекс, как вы видите, позаимствован частично от системы САПСАН, в частности, быстроразвертываемые заграждения, опоры, они такие же, как в САПСАНе. Но здесь применена интеллектуальная система, вибрационное, вибромагнитометрическое средство обнаружения, дрозд. Кабельный чувствительный элемент чередуется с колючей проволокой и разматывается это все из специального устройства, которое называется диспенсер. Даже вы видите, что оно такого военного исполнения, тут применены катушки, с которых боец, неподготовленный, берет эти кабельные чувствительные вместе с колючей проволокой, вставляет направляющие и формирует протяженные рубежи охраняемого объекта. Причем вне зависимости от того, трава, снег и сложности грунта, формируется рубеж, который обладает функцией как сигнализационной, так и заградительной. И сейчас мы посмотрим, как это изделие работает на самом деле. Я сейчас попробую имитировать преодоление заграждения, и вы увидите, как быстро алгоритмы отреагируют, заложенные в прибор отреагируют на это воздействие. Вот я сейчас имитирую преодоление участка, вы видите индикация, прошла сигнал, сразу же передается по системе радиосвязи на приемную часть, автоматизированное рабочее место оператора, вот эта антенна. Ну и, конечно, система автономного электропитания, куда сейчас без этих систем? Это одна из наших разработок, шкаф участковый, система автономного электропитания, которая обеспечивает автономность всей системы, естественно, необслуживаемость. Здесь тоже заложены технические решения, которые защищены патентами Российской Федерации на изобретение. Научно-производственный комплекс «Дедал» продолжает свою работу по развитию геоинформационных систем. В этом году мы выполнили работу для производственного объединения «Старт» имени Проценко по разработке программного обеспечения интеллектуального комплекса сканирования автодорог «Беркут». И в результате внутриотрасковой кооперации, собственно говоря, мы начали совместную работу с «Беркутом». И сегодня мы представляем, в том числе и на «Армии-2017» мониторинговую платформу. Называется она «Русатом. Система мониторинга». «Русатом» не случайно мы видим в системе достаточно большой экспортный потенциал. Уже сейчас в ней размещено программное обеспечение по сканированию автодорог. Уже законтрактована работа по этому году на 130 миллионов. И развитие этой системы. Безусловно, здесь присутствует раздел «Свездство охраны», который в ближайшее время станет активен. Здесь есть решение по мониторингу транспорта, причем решение универсальное, как в рамках договора между ООН, ПК «Дедал» и Государственным акционерным обществом «ГЛОНАСС» по использованию государственной автоматизированной системы «ЭРОГЛОНАСС», так и для коммерческого мониторинга. Отраслевой мониторинг будет в ближайшее время представлен также кооперационным решением по мониторингу строительства объектов Государственной корпорации «Росатом». Народный контроль – это различные приложения мобильные для граждан, а также приложения, которые смогут верифицировать информацию и давать возможность планирования и дачи заданиям с подтверждением геопозиционирования и фотоверификации, которые привязаны к точке. Надеемся, в ближайшее время мы откроем раздел уже в открытый доступ «Атомная Россия», куда войдет инициированный нами весной к Дню Победы проект «Народный дозор памяти» в городах «Росатома» и проект «Атомная память», где мы пригласим наших коллег из периметра «Росатома» сфотографировать, разместить информацию с привязкой к их городу о наших знаменитых коллегах, предшественниках, ученых, которые занимались атомной отраслью. Там же будет размещена вся открытая информация по предприятиям «Росатома» с развивкой на дивизионы и периметры. Новый раздел – здесь жилищно-коммунальное хозяйство. Сейчас в рамках взаимодействия мы готовим отдельное решение о своем отраслевой «Росатома» и «Безопасный город». И по-прежнему мы продолжаем свою системную работу. Пока раздел «Открытые данные» ведет на сайт OpenGov.ru, это наше открытое правительство, но мы надеемся, что мы своей активностью проведем решение вопроса к тому, чтобы все открытые данные были геопривязаны, и таким образом масса сервисов стала доступна гражданам по всей стране. Скажите о научном направлении в Вашем предприятии. Вы не только производите, но и разрабатываете эти технологии. Совершенно верно. Прежде всего, «Дедал» – это научно-производственный комплекс, и слово «наука» стоит на первом месте. Без развития научной составляющей не может быть дальнейшего производства. Мы в последнее время особенно усилили данное направление молодыми перспективными специалистами. Мы организовали тесное взаимодействие с высшими учебными заведениями. Кроме того, мы готовим специалистов именно по нашей специальности в высших учебных заведениях и проводим практику на нашем предприятии. Игорь Иванович, кому может быть интересна продукция «НПК «Дедал»?» В первую очередь, традиционные наши заказчики – это силовые структуры, это Министерство обороны, это пограничная служба, это федеральная служба охраны. Но, кроме того, в рамках данного форума мы выходим на новых заказчиков, это и в том числе и международные партнеры.